Не только снег доставляет массу хлопот городским властям. Не меньшей заботой стал и шокирующий рост цен на энергию. Причем прием ходатайств на компенсацию за нее правительство взвалило на самоуправление. Кто-то легко справляется с заполнением ходатайства в интернете, а кто-то не может обойтись без посторонней помощи. Хотя посторонней помощи от городских властей не назовешь, ведь кто, как не они, знает нужды жителей. Как же идет подача заявлений и с какими проблемами сталкиваются и ходатай, и сотрудники, выясним у вице-мэра Бетины Бешкиной. Бетина, добрый вечер. Добрый вечер. Государственная программа помощи оказала достаточно высокую нагрузку на городские структуры. Таллинн делает все возможное, чтобы подача ходатайств о компенсации расходов за электроэнергию, отопление и газ была максимально удобной и быстрой. Но, тем не менее, с чем сталкиваются сотрудники? Какие проблемы есть на сегодняшний день? Сейчас самая главная проблема – это, конечно, колоссальная нагрузка. И вторая важная проблема – это то, что люди, которые относятся к группе риска, они, как правило, не справляются самостоятельно с достаточно сложной системой подачи заявлений. И они просят о встрече в районной управе. И это значит, что они должны, несмотря на очень высокие цифры заражения коронавирусом, прийти на место и получить эту консультацию, рискуя своим здоровьем. Если мы говорим о процессе подачи ходатайства, то здесь человеку нужно иметь счет, который соответствует требованиям правительства. У людей сразу, не всегда он есть. Это значит, что с одним ходатайством мы вынуждены работать несколько раз. Мы открываем, видим, что бумаги нуждаются в доработке, снова отправляем на доработку и так далее. Государство заложило в данный процесс 20 минут на каждое ходатайство. Скажем так, в лучшем случае, если ходатайство заполнено корректно, и если там, например, один источник энергии, а не несколько или сразу три, тогда где-то полчаса уходит на это. Если мы говорим о консультации на месте, то это уже как минимум полчаса. Если мы говорим о доработке ходатайства, то это тоже дополнительное время. Государство предполагает, что у местного собрания уйдет 20 минут на одно ходатайство. Это, конечно, не так. Сегодня правительство одобрило ряд мер, которые должны компенсировать некоторые затраты. И многие подумали, что теперь не нужно подавать ходатайство, что компенсации сами к ним придут. Это верно или нет? Нет, это ошибочное мнение. Во-первых, новый пакет помощи касается счетов, которые составляются с начала января. То есть период компенсации начинается с января. Если мы говорим про счета прошлого года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то это только уже знакомый нам метод поддержки через подачу ходатайств в местное самоуправление. Это очень важно подчеркнуть, потому что самый большой счет сейчас приходится все-таки на декабрь. Самое дорогое отопление электроэнергии и газ. И эти счета можно подать на компенсацию в местное самоуправление. Но здесь нужно понимать, что это не универсальная мера, а мера, которая зависит от дохода. Мы об этом несколько раз говорили. Если мы говорим об универсальной мере поддержки, которая сейчас одобрена, то она касается электроэнергии и газа, и это будет автоматически отображаться на счетах. Но она не касается центрального отопления. Таким образом, люди, которые вынуждены оплачивать большие счета за центральное отопление, особенно за декабрь, как правило, это люди, живущие в многоквартирных домах, не самых энергосберегающих, может быть, не утепленных, где счет за двух-трехкомнатную квартиру может достигать 300-400 евро. Если эти люди зарабатывают больше медианной зарплаты и больше той математической формулы, о которой мы говорили, хотя бы на один евро, то они лишаются пособия. К сожалению, пока что универсальная мера поддержки, которая сейчас была одобрена правительством, не предполагает для них помощи. Начали ли выплачивать уже какие-то компенсации? Да, некоторые компенсации уже начислены. Сейчас основная наша сила брошена на то, чтобы проконсультировать людей и принять заявления. И поскольку это одни и те же люди, которые принимают заявления и обрабатывают их, то сейчас пока к обработке мы не можем массово отойти. То есть сейчас мы обрабатываем их пока что настолько, насколько времени хватает. Мы сейчас активно нанимаем дополнительных работников. К данному моменту уже нанято 15. И в общей сложности это будет 29 работников, которые будут заниматься только этим пособием. Я думаю, что стоит отметить, что лучше всего заполнять ходатайство в интернете и помочь пожилым людям справиться с этой проблемой. Это очень важно, потому что, прежде всего, мы должны понимать, что сейчас цифры по коронавирусу очень высокие. У нас заболевают чиновники в районных управах тоже. То есть сейчас коронавирусом буквально везде по 5000 заболевших в день. Если есть знакомые, близкие, соседи, пожилые, то, конечно, нужно помочь тем, чтобы подать заявку в интернете. Справки можно получить по телефону, не обязательно приходить на место. У нас отдельный номер 6006300, по которому можно на двух языках получить консультацию и постараться, не выходя из дома, подать заявление. Бедина, спасибо за информацию. Успеха. Спасибо.